Адвокат дьявола или оказался на месте своих клиентов. В Крыму задержали Эмиля Курбединова. Юристов уже во второй раз привлекают к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию символики Меджлиса и Хизбут Тахрир, деятельность которых в России противозаконна. Сегодня эту тему обсудим с нашими гостями в студии Айдер Исмаилов, заместителем МУФТЕ «Мусульман Крыма» и юриста Олег Ос. Также свяжемся с Борисом Рожиным, экспертом Центра военно-политической журналистики. Тем, кто захочет высказать свое мнение, в прямом эфире предоставим такую возможность. Вы можете звонить по номеру телефона, который сейчас появится на ваших экранах. Айдер, украинская сторона сейчас во всю кричит, что здесь прослеживаются какие-то национальные и религиозные притеснения, какие-то мотивы. Как считают в Духовном управлении «Мусульман Крыма»? Они об этом заявляют уже на протяжении четырех лет, что эти адвокаты защищают крымских татар, являются адвокатами крымских татар. Что люди, задержанные по всем известным статьям, которые обвиняются в участии или организации деятельности, запрещенной на территории Российской Федерации, организации Хизбут-Тахрир, которая признана террористической в России, да и не только в России, во многих других странах мусульманского мира в частности, они называют их активистами национального движения, крымско-татарскими активистами и так далее. Но следует сказать, что согласно идеологии данной партии, они вообще не признают национальные какие-то особенности, понятие активист национального движения, это противоречит их идеологии. Поэтому данные слова используются больше как прикрытие для того, чтобы внешним средствам массовой информации, каким-то внешним политическим очагам, которые пытаются использовать любую возможность, чтобы давить на Российскую Федерацию, что якобы здесь притеснение в отношении крымских татар или же мусульман Крыма. Необходимо сказать, что мусульмане Крыма спокойно отправляют свои религиозные нужды, то есть могут совершать богослужения, все мечети работают, ездят в хадж, значит, празднуют свои праздники, обучаются исламу. Поэтому проблем в данном отношении нет. Олег, ну вот ранее Курбидинова осудили на 10 суток, если я не ошибаюсь, за подобного же рода деятельность, за публикацию в социальной сети ВКонтакте. Тогда тоже были материалы Охисбутахрир. На юридическом языке он рецидивист. Неужели опытный юрист, как Курбидинов, он не понимал, чем это грозит? Безусловно, он понимал. Но, к сожалению, статья административного кодекса, она не подразумевает более серьезную ответственность и максимум граничивается 15 сутками. То есть это достаточно мало, как я считаю, с точки зрения, тем более, что данная организация запрещена в России с третьего года Верховным судом. И главная формулировка ее в том, что она пропагандирует воинствующий ислам. То есть самая главная мысль пропагандирует. Данная статья тоже говорит о пропаганде, и это смысл данной организации. Однако статья очень легкая, очень мягкая, не подразумевает какие-то более тяжелые последствия для данных пропагандистов. Господа, ну как анонсировал сейчас у нас на связи эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин. Борис, здравствуйте. Как считаете, это пиар-акция такая, да? Сейчас, насколько я знаю, по последним данным, порядка шести адвокатов у Курбендинова находится в зале суда и еще какая-то группа поддержки. Ну, как бы все вот эти заявления о том, о притесении крымских татар в Крыму, это является частью информационно-пропагандистской линии Киева в отношении раздувания негатива на тему жизни крымских татар в Крыму, которые транслируются потом для международных структур. То есть принимаются заявления в ООН, принимаются заявления на уровне западных НКО. То есть для истории с Курбендинова будет еще одной истории, которая будет активно показываться киевскими СМИ. Чем дольше она будет затягиваться и чем больше она будет показываться, тем выгоднее это Киеву, поскольку это позволяет и дальше разыгрывать карту межэтнической, межрегиозной розни в Крыму. Ну, чего на самом деле нет, но Киеву очень желательно показывать именно такую картинку, так как это оправдывает всю риторику на тему притеснения национальных меньшинств, необходимость требовать возвращения Крыма обратно на Украину, где якобы татарам жилось лучше, чем в России. Борис, а как расценивать тот факт, что в свое время Курбендинов, который в большей степени защищает интересы Хизбут-Тахрир, запрещенные в России, которая в свое время в украинскую бытность с Меджлисом абсолютно не контактировала, можно даже сказать, они были врагами, на сегодня они взаимодействуют по полной, я имею в виду Джемилева, Чубарова и Хизбут-Тахрир? Ну, как бы, из-за того, что обеорганизации были фактически выдавлены из Крыма, они соприкасались по линии формирования крыско-татарских батальонов, которые сначала на деньги Коломойского, потом еще на деньги западных структур. Меджлис помогал части активистов Хизбут-Тахрир выезжать на западную Украину, некоторые из них потом вступали в батальоны Аскер, батальон Крыма, которые участвовали в том числе в блокаде Крыма. То есть, понятное дело, что идеологически они не совсем тождественны, но общие задачи, связанные с обслуживанием основной киевской информационной линии, они заставляют их взаимодействовать, ну и, соответственно, они взаимодействуют, естественно, с службой безопасности Украины, которая курирует подобные акции. Борис, спасибо за беседу, спасибо за ваше мнение. Я напомню, на прямой связи со студией был Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Айдер, вот я заходил на страницу Курбеддинова в Facebook, действительно, там большое количество материалов, которые касаются Меджлиса, мы это обсудим, безусловно, немного позже, и в том числе немало материалов Хизбут-Тахрир, которые он репостит или постил. Вот члены этой организации, они действуют в соответствии с доктриной создания всемирного халифата. Как относятся к Хизбут-Тахрир представители традиционных течений ислама? Ну, необходимо отметить, что Хизбут-Тахрир – это больше политическая партия, такая околорелигиозная, которая религиозной терминологией и символикой, она, по сути дела, прикрывается. На самом деле, они и сами об этом говорят, и их деятельность политическая, и возникли они в середине XX века. Ислам, он насчитывает более 14 веков, если брать вот именно, как бы, систему правовую. То есть, я хочу сказать, что согласно идеологии, вот данной околорелигиозной партии, они не уделяют внимания или вообще не придают значения территориальным, культурным особенностям народа. Они пытаются построить какое-то государство такое всемирное и, конечно, уравнять всех людей, но это сама по себе утопия. То есть, это утопическая мысль. Ислам не смывает границы, не ставит целью нивелировать границы между нациями, между народами. Каждый этнос воспринимается, каждый народ воспринимается, как нечто ценное, созданное Всевышним. И поэтому провозглашается больше концепция взаимообогащения культур, взаимосвязь, взаимоуважения. Поэтому подобного рода течения мы называем их сектами, которые отделились от общепринятого ортодоксального понимания, традиционного понимания ислама, которые являются, и в принципе, и другие религии в традиционном понимании, они являются залогом мирного, дружного сосуществования народов на той или иной территории. Тем не менее, есть люди, которые пытаются навязать свое видение, свои взгляды. К сожалению, это нарушает то единство, то спокойствие и провоцирует межнациональные и межконфессиональные конфликты. А уже недобросовестные политики используют эту идеологию молодых людей, категоричных в большинстве случаев, которых зомбировала данная идеология, чтобы проводить свою политику и дестабилизировать ситуацию, в данном случае в Крыму. Олег, вот с точки зрения юридической этики, насколько позволительным считается для того же адвоката быть непредвзятым, использовать какие-то идеи своих же подзащитных, постить их, публиковать на своих страницах, по сути, даже где-то предвзято использовать в какой-то мере эту же идеологию. Я понимаю, да. Адвокат такой же человек, как и все, и он тоже может иметь какие-то свои взгляды. Однако смешивать, скажем так, свои взгляды и работу, в данном случае адвокат работает, не совсем этично. Но есть разница, есть адвокатская деятельность, есть политическая. И в этом случае, на мой взгляд, Курбединов где-то пытается, наверное, это связать. Ну, безусловно. Но не все же адвокаты защищают невинных. Безусловно, права каждого должны быть учтены. Но в данном случае, как-то сказать, продвигать идеи тех, кого защищает в массы путем пропаганды и с законной точки зрения, ну, неправильно, поскольку данная пропаганда, она запрещена. И, находясь и будучи гражданином Российской Федерации, он не имеет права этого делать, как физическое лицо. Ну, и, соответственно, уже как адвокат в целом. Я напомню телезрителям, есть возможность позвонить нам в студию, задать свои вопросы или высказать свою точку зрения по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Айдер, а вот Хизбут-Тахрир, запрещенная в России, да, и не только в России, но и в ряде стран Европы, и в первую очередь в мусульманских странах, да, потому что там, безусловно, понимают, что это может быть весьма чревато. А вот насколько эти щупальцы, да, секты, как вы сказали, успели пронизать организм традиционного ислама у нас здесь, в Крыму? Ведь за свое время существования в Украине они себя чувствовали более вольготно. Традиционный ислам, он испокон веков исповедуется на территории Крыма. Как минимум более тысячи лет присутствует здесь. Поэтому в этногенезе крымско-татарского народа занимал очень важную роль. Поэтому он впитан с молоком матери. Поэтому здесь у крымско-татарского народа в большинстве своем присутствует иммунитет против подобного рода сект. Однако следует сказать, что вот, скажем, на протяжении нашего нахождения в составе Украины, до этого, там, 15-18 лет, не с самого начала, когда крымские татары начали возвращаться на свою историческую родину, а уже где-то в 95-х годах примерно, сперва ваххабизм, потом хизбутахрир, потом хабашизм, салафизм и потом джихадизм. Вот эти вот пять течений здесь были распространены. То есть я могу сказать, что они с молчаливого согласия тогда правоохранительных органов украинских властей были внедрены в крымско-татарскую среду, среду мусульман Крыма. Они могли войти сами прийти, эти течения. Их внедряли. Кто внедрял? Ну, естественно, я могу вам сказать, что комитетом по делам религии на тот момент было зарегистрировано 48 автономных независимых мусульманских общины, которые как раз-таки и представляли вот эти вот пять радикальных течения. И они здесь, по сути дела, заручившись вот такой поддержкой юридической, или найдя себе юридическое такое основание, законодательную платформу, они осуществляли здесь деятельность, были общественные организации их, естественно, регистрировал на тот момент Минюст Украины здесь. Они даже издавали газету «Возрождение». 30 тысяч был у них тираж на тот момент. И таким образом это везде распространялось. Ну, пропаганда – это сильная вещь, как бы. Тем более, если это поддерживается финансово из-за рубежа. А все вот эти течения и секты, они пришли к нам из-за рубежа. То есть это чуждый идеологический продукт. То есть для традиционного понимания ислама в Крыму это чуждое. Поэтому уже в 2014 году, после вхождения в состав Российской Федерации, нам задан был этот вопрос. То есть здесь распространено везде литература этих запрещенных течений есть. Как с ними быть? Тогда и муфтий Крыма сказал, что то, что было до 2014 года, мы постараемся это решить. Ну, а естественно, закон для всех будет един уже после того, как законодательство Российской Федерации о запрете подобного рода течений начнет действовать на территории Российской Федерации. Тогда для перерегистрации был дан год. Мы провели соответствующую разъяснительную работу, что законодательство поменялось. Поэтому то, что на Украине было дозволено, скажем, в целях разобщения крымско-катарского народа, в целях создания платформы для возможных провокаций межэтнических и так далее, уже в России это запрещено. Наверное, вот на тот момент, действительно, мы вспоминаем Меджилис, да, они были в контрах с запрещенной Меджилис и запрещенной Хизбут-Тахрир, да, но вот на сегодня тот же Джимилев и Чубаров, которые уехали на Украину, они активно взаимодействуют с активистами этой организации. Неужели определяет место пребывания отношение к той или иной организации? Нет, место пребывания не определяет. Определяет внутреннее ощущение, любовь к своему народу. Если человек любит Крым, любит свой народ, то он, конечно же, не будет иметь ничего общего с деструктивными культами, которые дестабилизируют ситуацию. Просто человек должен быть нацелен на служение обществу. Если такого чувства нету, если из таких положительных порывов человек не действует, то, конечно же, он использует и свой народ, и этих молодых людей, которых зомбировали, по сути дела, вот этой идеологии. Я хочу сказать, что мы никогда не были против личностей определенных. Мы, как духовное управление, всегда были против тех деструктивных, радикальных, экстремистских идеологий, которые внушаются в сердца, в умы людей, молодых людей, которые категоричные обычно бывают. Вот таких вот людей используют. И крымско-катарский народ в данном случае тоже используют в угоду каких-то иностранных политических сил, зарубежных, государств. То есть, ну, я думаю, что крымско-катарский народ, мусульмане Крыма, они сделали соответствующие выводы, их позиция, то, как они участвуют в общественной жизни, в политической жизни, например. Я думаю, говорить само за себя. То есть, люди живут, воспитывают новые поколения, все они являются гражданами Российской Федерации, учатся в вузах в Москве, в Санкт-Петербурге, везде. То есть, понятно, открывают широкие возможности. Но, Игорь, я хочу сказать, что вот деструктивно могут влиять не только на религиозные почвы, но и на социальные, и нравственные, и в данном случае на юридические. Да, Олег, если говорить о том, что на сегодня появилась целая когорта таких себе шоу-адвокатов, которые, пользуясь случаем, решили распиарить себе, а может где-то финансово подзаработать, ну и плюс набрать бонусы к своей где-то репутации известности. Да, вот те люди, которые, тот же Полоза, Федин, которые защищают интересы именно проукраинских активистов, да, или людей, которые так или иначе пытаются устроить провокации в Крыму. Вот в этом случае они действительно, на ваш взгляд, руководствуются какими-то нормами юриспруденции, или все-таки в первую очередь думают о себе? Это работа. Я думаю, что это в первую очередь работа. Да, распиарить себя как на территории Крыма, так и вот мы там защищаем украинских граждан, это хорошо. В целом это просто работа. То, что их в данном случае, как вы сейчас сказали, шесть человек защищает, ну, на мой взгляд, это, наверное, много для данной статьи. Ну, по последним, да, может, уже больше, я не знаю. Вот, нет смысла размножаться в таком случае. Безусловно, Курбединов мог бы и сам себя защитить. Но там вообще шесть адвокатов, еще там около этого же числа защитников. Работая в этой области уже столько, и имея таких, ну, скажем так, клиентов или там доверителей, да, защищая организации, защищая людей, у него есть уже опыт в этой направленности, и он мог бы... А для чего тогда такое количество? 11 человек в совокупности. Разве это не попытка затянуть какой-то процесс, чтобы там сходотайство какие-то отправлять, чтобы получило дело еще больше резонанса? Да, вот, честной целесообразности я не вижу никакой. В этом случае нет, да? Нет. Айдер, ну вот, один из руководителей общественной организации, Крымская Солидарность, да, это непосредственно вот господин Курбединов. И на тот момент, мы знаем, что он активно связывался по скайпу, он и член этой организации, с представителями запрещенного в России Меджилиса, с Чубаровым, Джемилевым, да, они обсуждали какие-то вопросы, они пытались использовать такие своеобразные методы, где-то организация каких-то массовых пикетов, там, беспорядков, информационная какая-то направленность, да. Таким образом, они ведь подставляют, по сути, ну, всех крымских татар, да, я говорю непосредственно об отношении. Могут ли такие действия деструктивно повлиять на восприятие как крымских татар, так и непосредственно всего народа? Ну, радикально подобного рода действия ничего изменить не смогут. Это больше деятельность отдельных людей, деструктивная здесь, если мы говорим об одиночных пикетах, например, каких-то заявлениях. Это просто инфоповод для того, чтобы это снять на смартфон, выложить в соцсети, а потом уже приобщить каким-то отчетам международных организаций, чтобы заявить о гонениях здесь, в Крыму, на крымско-катарский народ или же мусульман Крыма. Поэтому здесь создается просто картинка. В действительности влияния они не имеют. Если бы они имели влияние, то их цель была разжечь здесь гражданскую войну, поднять крымских татар, чтобы они выступили против российской власти в Крыму и так далее. Такого мы не замечаем на протяжении четырех лет. Поэтому они бессильны, но о чем-то говорить они все равно должны. Показывать какую-то картинку, что якобы крымские татары чем-то недовольны, они тоже должны. Я думаю, здесь показательно поставить на чашу весов, допустим, с одной стороны, вот эти видеоролики, которые они снимают на телефон, рассказывая о том, что крымских татар здесь ущемляют, а с другой стороны, к примеру, ту же соборную мечеть, где уже началась внутренняя отделка. Вот что больше весит? Естественно, соборная мечеть весит больше. Вообще, положительные тенденции, когда что-то строится, оно привлекает больше внимания. Возможно, скажем, какие-то деструктивные слова, они вызывают раздражение, поэтому создают больше звука. Но, скажем, основательное влияние, влияние на подсознание, то, что формирует именно отношения, это больше положительная, созидательная деятельность. А пустые люди издают много звона, поэтому на это внимание не обращается. Крымский татарский народ живет у себя на родине. Мы уже более 30 лет после того, как массово начали возвращаться к себе на родину, живем здесь со славянами, с русскими, украинцами, армянами, евреями, со всеми народностями здесь. Все мы коллеги, друзья, соседи. Кто-то, скажем, семью вместе создал. Поэтому нам здесь делить нечего. Крым наш общий дом. И все это понимают, и они хотят спокойной обстановки созидать, растить здесь своих детей, внуков и вместе радоваться мирному небу над головой. Все. Олег, благодарю вас, Айдер. Олег, сейчас на Украине вот этот инцидент связывают с давлением на адвокатов, на правозащитников в Крыму. Вот вы как юрист или ваши коллеги сталкивались с такого рода давлением, с ним подобным? Нет, исключительно из практики. С 2014 года давление первый раз слышу на адвокатов. А если говорить об опыте Курбидинова непосредственно, ему первый раз в 10 суток, сейчас второй раз. До этого ему, кстати, предупреждение. Но это не давление. Он адвокат, и он понимает, что нарушает действие законодательства. Вот мы сейчас об этом и говорим. Первый раз, второй раз, третий раз после предупреждения, допустим. Что в итоге будет? Что впоследствии? Допустим, появится еще такого рода прецедент? Ну, значит, скорее всего, будет новая статья. Это будет тоже админответственность или уже может привести к более серьезным последствиям? Я думаю, что к более серьезным приведет последствиям. Ну, об этом он должен давать себе отчет и своим действиям, и то, что он распространяет, то, что он пропагандирует, скажем так, и что он поддерживает. Могут ли адвокаты, он же член коллегии адвокатов, могут ли адвокаты каким-то решением исключить его из коллегии из-за такого рода деструктивных действий? Я думаю, что если, во-первых, адвокат не имеет права быть судимым. Если будет судимость, это в данном случае уголовная ответственность, то, скорее всего, конечно, лишат. Ну, это будет приниматься уже Минюстом в данном случае. Айдер, вот что делать крымским татарам? Как реагировать? Простым людям, как им реагировать на это, учитывая, что в социальных сетях, в интернете пишут информацию, допустим, различные издания, в первую очередь украинские, и говорят о том, что права крымских татар ущемляют, что правозащитника, общественного деятеля, руководителя организации и прочее, и прочее. Вот простой человек почитает, подумает, а может действительно так? Вот как объяснить людям, что не зря? Ну, во-первых, человек должен доверять своим глазам и своим ушам. То есть он может выйти на улицу, посмотреть, может прийти в духовное управление, пообщаться с людьми, крымскими татарами в том числе, которые работают в органах власти, везде, кстати, и в муниципальных, и в государственных органах власти. Человек водит своих детей в детский садик, скажем, в школу, он сам работает, он ходит, видит, что в Крыму строятся дороги, строятся мечети, то есть все развивается. Я думаю, это достаточно для человека незаангажированного, у которого, скажем, здравомыслие идет впереди, нежели его какие-то чувства, какие-то эмоции необоснованные. Поэтому он не должен позволять играть этим людям, псевдополитикам, политиканам на своих чувствах. Второе, необходимо доверять тем, кто живет вместе с тобой здесь, в Крыму. То есть мы, духовное управление в частности, другие, скажем, люди из числа крымско-татарского народа, которые ведут активную социально-политическую жизнь, они здесь. И поэтому необходимо прислушиваться к тем, кто разделяет с тобой твою боль и твою радость, находясь здесь, а не слушать тех, кто за тысячи километров пытается тебе рассказать, как в Крыму живется. Благодарю, Айдар, хорошие слова. Ну, собственно, эта ситуация дает очевидно понять, что нельзя игнорировать законы страны, в которой ты живешь, ведь рано или поздно за это все-таки придется ответить. Господа, я вас благодарю за беседу, зрителей за внимание. Увидимся на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.